Таня, приемных детей. Конкурс современной коми-песни Василей вернулся на родину в Усть-Кулом. И не зря, говорят в родных стенах, фестиваль снова обрел неповторимый привкус сельского праздника. И жюри снова захотелось вручить гран-при. Но думаю, горожане меня поддержат. Галоконцерт в Сыктывкаре тоже должен стать традицией. Константин Куратов до сих пор напевает мелодию, слышанную в Усть-Куломе, под Старый Новый Год. На разогрев зрителям представили этнопоказ юных артистов театра-студии Орден, гимназии искусств. А на экран спроецировали анимацию из песка, иллюстрацию к песне «Гуляй, Вася». И вот в 21-й раз на сцену вышли участники конкурсной программы. В этом году их 13. Зрители, будто проголодавшись, поглощали мелодии и голоса. Свои таланты на Усть-Куломской сцене раскрыло немало молодых исполнителей. Особенно бурно принимались звезды республиканской сцены. Лидия Логинова, Альфия Каратаева и Вера Булышева. Овации сорвал и квартет Васильки с песней «Лида, Лидочка» на музыку Ивана Нестерова из села Аннып Усть-Куломского района. По завершению конкурсной программы все 13 номеров в обратном порядке и сокращенном виде. По одному куплету из каждой композиции, чтобы освежить память. Конкурс оценивали профессионалы, однако Василей и не был бы Василеем без учета мнения своих зрителей. На входе в зал каждому вручали специальный жетон, который предлагалось опустить в конверт с названием приглянувшейся песни. Такая выборная система действует еще с дебютного фестиваля. Главный приз Василея – это тот, который отдаст зритель. Это приз зрительских симпатий. Как бы ни оценивали песни композиторы, профессиональные жюри настоящего победителя фестиваля, все-таки выбирает зритель. Потому что зрителя нельзя обмануть. Зритель отметит именно ту песню, которая останется в народе, которую будут петь, может быть, веками. Секрет в его провинциальности, не испачканной стереотипами простоте и открытости. Поэтому особо ценно именно народное признание. В этом году зрители проголосовали за квартет Васильки с полюбившейся всем песней «Лида Лидочка». Члены компетентного жюри отметили лидеров в традиционных номинациях. Определили и призовые места конкурса. Награды получили композитор Ирина Чувьюрова и Иван Нестеров. Лучшие признали песню «Нывка Юнь» на музыку Михаила Аверина. Нынешний фестиваль почти все назвали удачным. Даже те, кто не смог попасть в зал. К слову, храм культуры на 300 мест вновь не уместил всех желающих. Именно уличная трансляция концерта на большой экран пришлась весьма кстати. Больше сотни человек терпеливо мерзли на улице. Мне все очень понравилось. Я подошла, когда пели «Лиду Лидочку». Я в восторге от этой песни. Потом, когда по куплету повторяли, особенно тронула песня про маму. Проблему малой вместимости сельского зала обсуждают на протяжении многих лет и по-разному. Есть идеи и сегодня. «Зрительный зал не способен вместить всех желающих, не только районного центра или района, но многие желающие, которые бы из города Сыктывкара, из других городов хотели бы приехать, они не могут этого сделать, потому что знают, что количество мест крайне ограничено. Поэтому здесь как бы два пути есть. Фестиваль в обязательном порядке должен проходить в Усть-Куломе. Юбилейные, допустим, 25-30-е, могут проходить в столице. Ну и, безусловно, элементы этого фестиваля, не целиком, а элементы. Это могут быть по три, по пять песен. Их нужно гастролировать, пускать в гастрольный тур по республике, чтобы жители других районов и городов тоже могли познакомиться с новыми песнями». В одном все едины. Василей должен проходить только в Усть-Куломе. Это его бренд, его визитная карточка и его дитя. Но некое подобие этого фестиваля, свои конкурсы современной песни, вполне можно развивать и в других муниципалитетах. Тогда республиканский Василей может зазвучать громче. В силу большой конкуренции участников, которые опробуют композиции сначала на своих сценах, а потом выдвинутся на фестиваль. «Самое главное, важно, что в каждом городе, в каждом районе республики заинтересованные люди, увлекающиеся творчески, должны иметь возможность проявить себя. Вот это, я думаю, мы обязательно будем развивать, а Василей, он Василеем и останется». Кстати, руководитель региона Вячеслав Гайзер, по его признанию, один из тех, кто не владеет коми-языком, но ценит самобытную культуру. Это тоже отличительная черта Василея – конкурс современной коми-песни из тех культурных событий, которые притягивает не только коми. Здесь вовсе не обязательно понимать смысл слов. Главное, как артист вложил свою душу. А поскольку в фестивале участвуют самодеятельные композиторы и самые разные исполнители, у Василея всегда особенный аромат. Хотя в первые годы он был совершенно другой. Шутки более натуральные и живые, песни более народные. Да и больше было именно сельских коллективов и непрофессиональных артистов. Сам фестиваль чаще проводили экспромтом. Сегодня много репетиций, а участвуют больше профессионалы. Впрочем, все равно собирают концерт, как и прежде, в один день, за 3-4 часа. И неизменно аккомпанируют профессиональный оркестр. Вместе с тем, сами истории в этих песнях по традиции о жизни глубинки, человеческом счастье и любви. Все, что заботит маленького человека, беспокоят только настроение. Праздник в последнее время получается даже какой-то и не праздник, как будто. Коробит то, что очень много грустных песен. В последнее время очень много грустных песен на Василее. А еще немножко не нравится подготовка к празднику. Она раньше начиналась все с подготовки к Василею, потому что это уже праздник начинался, потому что все кипело, все кишело, все-все-все. А сейчас как-то так немножко холодновато все это проходит. В разные годы композиторам в открытую советовали привлекать больше молодых исполнителей, вводить новые стереи, чтобы оживить конкурс. Даже вытащили его в Сыктывкар. В 2010-м впервые гала «Концерт Василея» прошел на сцене Государственного театра оперы и балета. А в прошлом 2013-м и фестиваль целиком перекочевал в столицу. В театре драмы имени Савина отметили юбилей – 20 лет. Зал был переполнен, но мнения зрителей разделились. Жители столицы, которые нечасто попадают на Василей, музыкальный фестиваль оценили. Но вот завсегдатаев городской вариант разочаровал. Говорят, напрочь пропал его натуральный сельский привкус. Возможно, поэтому тоже два последних года подряд никому не доставался главный приз. Места присуждали, но выступления не трогали настолько, чтобы оценить их на гран-при. Возвращение на родину конкурсантов будто разбудил. И 21-й фестиваль прошел как-то с большим настроением, нежели даже юбилейный. Отъезд Василея на юбилейный – это такой был интересный опыт. Мы его попробовали, но с удовольствием вернули Василея сюда, в наши Усть-Куломские стены. И думаю, что от этого и район выиграл, и выиграл, конечно же, зрители. Успешное возвращение многие восприняли и как новый виток в развитии фестиваля, что подтверждает слова родоначальников Василея и властей. Усть-Куломский праздник все-таки должен оставаться в Усть-Куломе. Увидимся через неделю. Всего доброго.